Привет, привет, привет! Здравствуйте, мои дорогие! С вами Женя и вы на канале Счастье у нас самих, где я вас рада приветствовать. Очень люблю снимать я видео, когда я вас вижу. Я уже об этом говорила. Когда снимаю расклады, такое ощущение, что только чувствую. А так я вас еще и вижу. Ну, конечно, в первую очередь я благодарю вас всех. Благодарю за ваши прекрасные комментарии, вы оставляете под моими видео. Благодарю за ваши советы. Благодарю за вашу обратную связь. Я с гордостью могу сказать, что уже приходит обратная связь о практиках, что практики рабочие 100%. И те, кто действительно, знаете, себя настроили именно на работу над собой. Кстати, это единственное, что я называю работой. Работу над собой. Ко всему остальному я подхожу как к творчеству. Вот то, что я сейчас делаю, для меня это творчество. И опять я упрыгиваю от темы. Так у меня часто бывает, меня несет. Так я говорю это к тому, что я благодарю вас за то, что вы мне доверяете. И за то, что вы действительно стремитесь к тому, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. Это же моя цель. Моя цель помочь как можно большему количеству людей изменить свою жизнь к лучшему. И ваша обратная связь говорит о том, что я на правильном пути. Это для меня бесценно. Ну и сегодня, как вы заметили, в названии видео... Да, название видео, я знаю, очень необычное. Но вот не могла я его иначе назвать. Дело в том, что много лет назад, я помню, анекдот я прочла где-то на просторах. И вот в анекдоте говорилось, слушай, не знаю, что делать с тараканами. Их очень много, жить мешают. Ну и ответ на это был таков. Слушай, сделай так, как я. Я купила им мелки. Смотри, говорит, в уголочке сидит, тихонечко рисует. И я подумала, что это будет очень точное название. Да, конечно, мы сегодня не будем говорить о тараканах, которых я... Ну, я их не боюсь, ну, как бы, ну, неприятное-то существо тараканы. Слава Богу, давно их уже не видела. Огромное количество есть сегодня, вы же знаете, средств, чтобы от них избавляться, если они где-то и есть. Но мы сегодня поговорим о других тараканах. Сегодня мы поговорим о тараканах, которые мешают жить. И не физически, а в душе. В принципе, тараканами называют уникальность человека. Всегда же мы говорим, у каждого свои тараканы. И я всегда говорю это, когда, неважно, кто-то о ком-то начинает что-то говорить. Ну, в основном, негативное. Кстати, позитивное, это тоже тараканы. Просто почему-то никто на это не обращает внимания. Очень часто люди обращают внимание на негативную сторону человека, на негативные качества человека. Хотя уникальность человека, это тоже тараканы. Ну и сегодня мы поговорим именно о тех тараканах, которые мешают, которые мешают нам жить. Их бывает несколько. И я озвучу те, которые я выявила путем расследования, путем, как всегда, чтения умных книг. Ну и мы, конечно же, сегодня, я вам расскажу, да, мы обсудим, но это называем, мы обсудим, это я вам расскажу, чтобы я посоветовала вам делать с вашими тараканами. Ну, давайте начнем. Я буду сегодня со шпаргалками, честно. Ну, для того, чтобы не бегать, не мякать. Чтобы речь лилась плавно. Я шучу. Но, действительно, буду подсматривать, потому что иногда теряешь нить мысли, и, действительно, тогда речь получается отрывистой, и, наверное, не знаю, мне неинтересно. А мне хочется, чтобы и мне было интересно. Ну, поехали. И, смотрите, один из очень распространенных видов вот этих самых тараканов, это тараканы из будущего. Есть люди, которые живут только в будущем. Они думают о том, ну, где-то там в будущем я буду счастлив. Где-то в будущем я буду иметь то, то, то. Где-то там непонятно когда у меня будет то-то и то-то. И они настолько погружаются в это будущее. Ведь я же не призываю вас перестать мечтать, перестать ставить цели и идти к ним. Нет. Наоборот. Я за это. Я против, и не только я. И, в принципе, это мешает против того, что есть люди, которые забывают о моменте здесь и сейчас. Забывают, что вот чувствуем мы только то, что происходит с нами здесь и сейчас. И поэтому, если мы живем только тем, что будет происходить, мы теряем так много прекрасного, что происходит с нами сейчас. Это что, о чем я учу, о том, чтобы быть счастливым по умолчанию, быть счастливым именно в моменте здесь и сейчас. И я сейчас, если бы начала вам перечислять количество вещей и событий, за которые я благодарна, и благодаря которым я счастлива здесь и сейчас, мое видео затянется, наверное, не на 15-20 минут, а на пару часов. Во всем станет скучно, и вы все его выключите. Я не буду, конечно, этого делать. Я просто говорю сейчас о тех людях, которые действительно погрузились только в будущее. И это очень часто таким людям мешает быть именно счастливыми и наполненными сейчас. Есть противоположность этому. Есть противоположность будущему. Ну, вы же понимаете, противоположность это прошлое. Есть люди, которые просто погружены в прошлое. Есть люди, которые именно живут только прошлыми заслугами. И им кажется, что сегодня ничего нет. Все осталось в прошлом. И чем старше человек становится, тем больше у него этого. Они просто теряют себя в этом прошлом. Они не думают о том, что... И не важно, сколько вам лет. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Это не важно. В любом возрасте себя можно реализовывать. В любом возрасте можно найти что-то прекрасное. И в любом возрасте можно быть счастливым и жить здесь и сейчас, опять же, вне зависимости от обстоятельств, окружающих вас обстоятельств. Ну, и давайте посмотрим еще, какие есть тараканы. Ну, тараканы, диеты и правильного питания. Нет, ни в коем случае. Я не против правильного питания. Я не против сбалансированного питания. И то, что я сейчас объясню именно в этом контексте, как таракан правильного питания, это то, что действительно человеку мешает. Самое лишь обидное, оно не помогает, оно именно мешает. Есть люди, которые настолько в это все погрузились, они постоянно считают калории. Они боятся что-то съесть. А если что-то съели, у них постоянное чувство вины. Они винят себя в том, что, ой, я сегодня съел на 5 калорий больше. Ой, я сегодня съел булочку. Съел, я говорю, человек. Я сейчас не подразделяю. Мужчина или женщина. И лишь самое обидное в этой ситуации, чем больше они пытаются, чем больше они в это углубляются, тем меньше результата. Они забывают, они не знают, конечно, не знают, что мы возвращаемся опять здесь к силе мысли. Менять надо не образ питания. Менять надо не диету, менять надо свои мысли. Я просто в свое время, я говорю это из своего опыта. В свое время я худела постоянно. Я постоянно была на каких-то диетах. Я постоянно старалась смотреть, что я ем. И когда я ела что-то, не знаю, жирное, сладкое, я страшно чувствовала себя виноватой. И самое интересное, что получалось, как некоторые говорят, слушают, говорят, я вдыхаю воздух, я поправляюсь. Вот именно так было у меня. И только когда я начала заниматься собой, а заниматься собой, я же говорю, работать над собой, это работать над своими мыслями, работать над сменой образа своего мышления. Да, я похудела больше, чем на 17 килограмм. И на сегодняшний день, при том, что ем я все, что я хочу, когда я хочу, я в том же весе. 50 килограмм. Ну, я маленькая. Некоторые думали, девочки, когда я организовала группу, они почему-то считали, что я высокая. Нет. Рост у меня 1,53 метра. Вот. Поэтому я маленькая. И у меня каждый килограмм, каждые полкилограмма на мне видно. Я поняла, что только, вот тут я вам уже сразу и даю ключ к решению проблемы с диетой, с правильным питанием. Опять же, повторяюсь, я считаю, что питаться надо действительно сбалансированно, но есть то, что тебе нравится. И никогда не ругать себя за то, что ты съел то, что как бы не в твоей диете, даже если ты придерживаешься какой-то диеты. Потому что как только вы начинаете себя ругать, ваше подсознание также срабатывает на это и дает вам вот это то, за что вы себя ругаете. И вообще-то никогда ругать себя нельзя. Если вы что-то сделали, значит у вас на это была причина. И даже если оно вам не, это вам не принесло того результата, который вы хотели, оно принесло вам опыт, как не делать. Поэтому похвалите себя за опыт и идите дальше. Тут я вам даже дала направление, что делать с таким видом тараканов. В принципе, любой вид тараканов, вот все, что я вам сегодня озвучу, очень как бы похожие лечения, лечения и избавления от тараканов, они очень похожи. Все достигается именно вашими мыслями. И еще я затронула два вида тараканов. Они близки. Просто действительно встречала я таких людей. И когда я именно начала смотреть эту тему для того, чтобы вам ее рассказать, я поняла, что это тоже тараканы. Таракан величия и таракан критик. Они, в принципе, ну они не похожи, но это тоже из-за неправильного мышления. И честно вам скажу, что один и другой таракан, это у людей, которые не любят себя и не уверены в себе. Потому что, первое, человек, который уверен в себе, любит себя, ценит себя и любит всех вокруг, ему никогда не надо будет применять манию величия. Никогда ему не надо будет требовать внимания к себе, уважения к себе, любви к себе. Если этого надо требовать, значит этого нет в вас. Когда это в вас есть, вы это излучаете и вы это получаете с лихвой. И похоже это с критикой. Я знаю людей, которые критикуют все и вся. Еще не зная человека, только услышав что-то о человеке, уже могут найти что-то негативное. Фамилия не понравилась. Вы уж простите, я так прямо это все говорю. Я думаю, что человек обманщик, например, человек не так выглядит, человек не то делает. И что все вокруг плохие. Но это у человека, который постоянно критикует. Я надеюсь, что те из вас, кто это смотрят, никто из вас не такой. А если вы это за собой чувствуете, если вы видите, что у вас это проявляется, подумайте о том, как вы относитесь к себе. Наверное, повторяюсь, и я повторяюсь это в каждом своем видео, в каждой своей трансляции. Люди относятся к вам так, как вы относитесь к себе. Люди видят вас так, как вы видите себя. И только, когда вы наполнены любовью, уважением, благодарностью, уверенностью в себе, люди будут относиться к вам точно так же. И еще одна вещь из-за критики и вот это величие. Вы понимаете, что в таких случаях, так как вы требуете чего-то от людей или критикуете людей, вы думаете негативно. И вы, соответственно, по закону притяжения притягиваете к себе весь этот негатив. И только изменив отношение к себе, отношение других людей изменится к вам. Потому что вы, получается, что если вы излучаете негатив, все, что вы видите вокруг себя, это негатив, и оно идет у вас, знаете, по замкнутому кругу получается. И вы говорите, что вот в жизни все такие, все сякие, не понимая, что все начинается с вас. Ну, я, конечно же, уже большинство советов вам дала. Еще раз повторю, повторение мать учения, что для того, чтобы быть действительно счастливым по умолчанию, надо любить себя, ценить себя, уважать себя. Принимать людей такими, как они есть, вне зависимости от внешности, национальности, акцента, поведения людей. И всегда, 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 всегда думать позитивно. Для этого я и создаю свои практики. Для этого я создаю разные видео. Даже видео на исполнение желаний, они несут в себе только позитив. И если вы будете к этому подходить, то с точки зрения человека, который любит себя, любит других, уважает себя, значит, он уважает и других, благодарен себе и благодарен другим, все это будет улучшать вашу жизнь по умолчанию. Вот это вот самое счастье по умолчанию, которого я вам всем желаю и к которому я вас всех веду. И я вижу все больше и больше тем именно на эту тему, именно на тему счастья по умолчанию. И я понимаю, что я хочу углубиться в это, хочу более глубоко вам это все объяснить. Поэтому я и разговариваю на все эти темы. Так как сама когда-то была в некоторых штанах, не знаю, как это сказать иначе. И знаю, что работа над собой вытащила меня из этого всего и действительно подняла выше этого всего. Поэтому я так хочу, чтобы каждый из вас избавился от тараканов, которые мешают вам жить. И чтобы вы все поняли, что вы все прекрасны, что вы все уникальны и что каждый из вас достоин вот этого счастья по умолчанию. Ну вот, надеюсь, интересно было. Мне вам честно скажу, было очень интересно это все собирать в один эфир. Потому что информации огромное количество и ее надо было как-то упорядочить. И найти то, что резонирует мне и того, с кем я на одной волне. Потому что есть очень разные мнения на этот счет. Опять же, мы все разные, мы все уникальные. И у каждого свой подход. Но я действительно от всей души хочу, чтобы у вас не было тараканов, которые бы мешали вам жить. Ну а теперь я все-таки выложу вам карты на исполнение желаний. Не буду я опять передвигать камеру. Сделала я их побольше. Да, мне нравится заниматься творчеством. Ну а теперь планируйте ваши желания. Я выложу карты и посмотрим, что мои новые карты вам скажут. Ну что, мои дорогие, запланировали ваши желания? Поехали. Первая позиция. Так. Будьте настойчивы. Это говорит о том, что вы ни в коем разе не должны отказываться от того, что вы сегодня запланировали, и идите к своей мечте. И эта мечта обязательно придет в вашу жизнь. Второй вариант. Процветание. Процветание говорит о том, что вас ждет исполнение всех-всех ваших желаний, ненаверений, стремлений вас ждет процветание. А это успех во всем. Ну и третий вариант. Посмотрим. Попросите ангелов. Попросите ангелов. И они вам помогут. Помогут, и тогда вам будет просто легче. Не рассчитывайте только на себя, рассчитывайте на других тоже. Просите помощи. Этому тоже, кстати, надо учиться. Наверное, сделаю видео на эту тему. Потому что самой до сих пор, вот это до сих пор, мне не всегда легко попросить помощи. А знаю, что это надо. Ну вот, на сегодня все. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, любви, благосостояния, процветания. Всего самого-самого лучшего. Да, продолжаем эстафету. Под этим видео пишите все, что вы желаете себе, как пожелания другим людям. И тогда это все исполнится самым лучшим для вас образом. И еще, чтобы я не забыла. Вы все знаете, что я предсказываю. Вы видели уже мои общие расклады. Еще планирую. Дальше. Хочу пригласить вас на курс по искусству предсказаний Алены Ариэс, который я закончила. И после которого предсказывать я могу на любом инструменте. И еще этот курс изменил мою жизнь в лучшую сторону. Поэтому приглашаю вас. Все ссылочки на курс по искусству предсказаний под этим видео. Так что присоединяйтесь к нам, к феечкам и волшебницам. И волшебникам. Наверное, мальчики тоже есть. Я, кстати, не спрашивала у Алены. И я вам хочу сказать, ни в коем случае вы не пожалеете. Ну вот, теперь точно все. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. Ставьте пальчик вверх. А с вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Пока-пока.